Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Продолжаю проповедь на тему «Самое главное». Самое главное, что ты с Богом. Самое главное, что Бог с тобой. Вот о чем нам никогда нельзя забывать. Вот о чем нам нужно всегда помнить. Поэтому, как бы кто не рычал, как бы обстоятельства не рычали, проблемы не рычали, но, что нам сказал Господь? Что нам сказал, когда Он ходит и рычит? Он сказал, противостаньте твердой верою. Слава Богу за твердую веру. Ты знаешь, твердая вера, это когда ты в отношениях с Богом. Твердая вера, когда ты в Слове Божьем. Твердая вера, почему она у тебя твердая? Потому что без Бога, без отношений с Ним, твоя вера становится все слабее, слабее и слабее. Почему? Потому что вера, она приходит от Бога. Ты знаешь об этом, да? Вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому, если ты хочешь быть сильным, если ты хочешь быть твердым, Бог говорит, я дал тебе средства. Это Слово Божье. И оно делает тебя другим. И поэтому, когда приходит тот, кто на тебя рычит, твой противник или разные противники и разные обстоятельства, они ищут как бы тебя поглотить. Ты знаешь, дьявол не просто что-то хочет сделать плохое. В его задаче стоит вообще тебя поглотить или украсть, убить и погубить, да? Но что говорит Господь? Противостаньте Ему твердою верою. Твердую веру, друзья. Поэтому слава Богу за веру. Скажи слава Богу, что-то я не слышал, что вы слава Богу. Аллелуя. Поэтому Иисус, я цитирую слова Иоанна, 16 глава. И это я сказал вам, что вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Слава Богу. Ты знаешь, мы видим разные ситуации, да, там разные пандемии и так далее, кризисы и все-все. Ничего нет нового, в принципе. Как бы нам не надо даже думать, а почему то, почему это. Иисус сказал, что в мире это будет происходить. Правда? В мире это будет происходить. Но какая радостная весть? Какая радостная весть? Радостная весть в том, что, мужайтесь, я победил мир. Я победил мир. Слава Богу. Потому что когда ты рядом, когда ты вместе с победителем, это другое сражение. Это не просто твоя война, это не просто твои трудности, это не просто твои проблемы, но заключив завет с Богом, это его трудности, это его проблемы. Почему он говорит, придите ко мне, все какие? Усталые, обремененные, я успокою вас. Поэтому Бог никогда не противоречит себе. Он говорит, несмотря на все трудности, что происходит в этом мире, может быть, будет все еще хуже, и хуже, и хуже, да? Потому что тьма, она сгущается. Но опять же сказано, что над вами воссияет Господь. Понимаешь, что вот именно вот это различие, вот этот контраст, он будет увеличиваться в этом мире. Он будет увеличиваться, не потому что это я так говорю, уж так слово Божье говорит, но в нас не должно быть никакого страха, потому что Иисус уже говорит, я победил, я уже победил, слава Богу, я уже победил, и поэтому, когда мы знаем, и мы верим в Бога, и мы верим в Его победу, то мы знаем, что с нами Бог. С нами Бог. И когда ты вместе с Богом проходишь какие-то трудности, какие-то проблемы, это совершенно, совершенно, совершенно по-другому. Аллилуйя! Скажи слава Богу за это. Поэтому Бог нас не учит бояться, но Он учит быть нас какими? Мужественными, правда? Будь тверд и мужественен. Еще когда говорил Он Иисусу Намину, да, давным-давным-давно. Но и сегодня Бог говорит нам, будь твердым и будь мужественным. Видите, везде твердость нужна. Это характер, да, это наше убеждение, это наша вера, потому что вера, она не такая, что сегодня верю, завтра не верю. Это человеческая вера такая. Сегодня ты мне нравишься, завтра ты мне не нравишься. Но, знаете, Бог, написанный вчера и сегодня, Он тот же. И поэтому, пребывая в Боге, вот эта убедительность, вот эта убежденность, она и наполняет наши сердца. И когда мы убеждены, то мы твердые в своей вере. Мы не побежим. Но враг побежит от нас, болезнь побежит от нас, трудность побежит от нас. Слава Богу! Потому что Иисус призвал нас наступать на всю вражью силу. Аллилуйя! Он учит нас быть кем? Победителями. Такими наступателями. То есть идти в наступление. Он не учит нас просто пищать, жаловаться, сдаваться и кричать, я ничего не могу, у меня ничего не получится. Боже мой, какой я бедный, какой я несчастный. Нет, он говорит, я даю тебе способность быть победителем. Я тебе даю способность наступать на всю вражью силу. И причем он говорит, что тебе ничего не повредит. То есть и здесь ты не бойся. О, а вдруг дьявол разозлится на меня, если я его пну, он разозлится, он будет меня кусать, он на меня нападет. Нет, говорит, если ты противостанешь ему твердой верой, он убежит от тебя. Слава Богу! Слава Богу! Это твоя вера. Кто от тебя убежит? Ты убежишь или от тебя убегут? А вообще, в сущности, от Бога убегут. Аллилуйя! Поэтому нам важно понимать вот это главное, что главное в нашей жизни – это Бог. Это Бог. Ты понимаешь, вот всякие проблемы, они даже всегда пытаются человека выбить, так сказать, из колеи, да, посеять в нем сомнений, посеять в нем страхи. Но Иисус говорит, не бойся, я с тобою. Трезвись, не бойся, я с тобою. Кто бы ни прибегал, кто бы ни рычал, кто бы там не скалил свои зубы, Он говорит, я с тобою. Слава Богу! И поэтому наше отношение к Слову Божьему, оно должно быть да и аминь. В Исаии написано, что да, восстанье, святись Иерусалима, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Видишь ли ты эту картину, что свет над тобою? Понимаешь, когда мы много смотрим на этот мир, мы видим, о, там плохо, стало еще хуже, все темнее, все страшнее, все как бы хуже становится. Но Исаия, да, в 60-й главе, Он говорит, обрати внимание на главное. Обрати внимание не на тьму, которая, да, она сгущается, написано, что тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь. Поэтому, что главное, что главное, на что ты смотришь? Да, Иисус говорил, если ты смотришь на нечистое, ты будешь нечистым. Если ты смотришь на чистое, ты будешь чистым. Если ты смотришь на главное, это главное будет в тебе. А что главное? Если главное, это Господь, если главное, это Его Слово, то в тебе это будет утверждаться. Поэтому так важно, что ты думаешь, куда ты смотришь, где твой взгляд, где твоя перспектива. Я вот часто думаю, многие люди не понимают перспективу своей жизни. Вот Исаф, например, он не понимал перспективу своей жизни. Он просто из сиюминутное свое удовольствие, из сиюминутный голод, он не мог победить чувство голода. Наверное, Бреган не читал тогда, про которого сегодня говорили. И он просто старался сразу заплатить этому желудку, чтобы он его не мучил. На тебе, на тебе. Понимаете, то есть он не смотрел в перспективу. Но Бог нас учит смотреть куда? В перспективу. Правда? Вечность – это перспектива или нет? Воля Божия для нас – это перспектива или нет? Поэтому, когда мы что-то хотим сделать в этой жизни, мы должны посмотреть в перспективу. В какую перспективу? В перспективу Бога. И Бог говорит, я вижу со своей перспективы. Да, будет темно, будет там то, будет это. Но какая ваша перспектива? Ваша перспектива, что над вами будет Господь, будет Его свет, будет Его слава, будет Его победа, будет Его поддержка. Вот какую перспективу мы смотрим. Поэтому, когда стоит вопрос, быть с Богом, не быть с Богом, сразу посмотри в перспективу. Если ты не будешь с Богом, какая тебя ждет перспектива? Какая? Страшная, печальная, да? Но какая тебя перспектива ждет с Богом? Поэтому дьявол, конечно, он предлагает разные вещи, да? Когда, помните, Иисус был в пустыне, написано, и напоследок он захотел есть. Думаю, вот смотри, их 40 дней, он не хотел есть. И напоследок он захотел есть. То есть бывают такие моменты, когда ты вроде бы такой твердый в вере, ты такой молодец, все молодец, а потом раз что-то, и напоследок, в конце, когда уже самый такой финал, вот в финале надо собраться. Собрались, ребята, собрались, да? Там тренер часто говорит, ребята, собрались, собрались. Сейчас вот прорывчик будет, прорывчик, надо собраться, вот самый финал. А в финале, да, говорит, есть хочу, то не хочу, я уже устал, мне уже тяжело. Но именно финал определяет, что будет потом. А это что? Ты смотришь в перспективу. Перспективы, дьявол прибежал, говорит, вот тебе вот это, вот тебе вот это, там камни, хлеба, власть, слава, все-все-все. Он ему все предлагает, но убеждения, которые были у Иисуса, вера, которая у него была, перспектива, которая была у него, она позволила ему отбить все эти атаки, отбить все эти дьявольские предложения. Поэтому, знаете, главное еще видеть перспективу своей жизни. Потому что, если ты не видишь перспективу, тебе легко что? Тебя легко обмануть, тебя легко увести в сторону. И из-за того, что многие люди почему-то не смотрят перспективу, они попадают в серьезные проблемы, они попадают в серьезные ловушки. И так здорово, что Бог, это Бог перспективы, я бы сказал, потому что Он начало и Он конец. Он знает. И когда ты с Богом, Бог говорит, я помогу тебе тоже видеть перспективу, чтобы у тебя была пророческая перспектива, чтобы ты знал, что вообще будет в конце. Знаешь, как-то я был там с одним своим товарищем возле автовокзала, и там всегда шныряют такие цыгане. И он такой говорит, вот там цыгане эти ходят, лучше вообще туда не ходить. Они такие, что-нибудь наговорят на тебя там. Говорит, я вообще как-то, ну, опасаюсь их всех этих цыган, они такие черные, все такие. Я говорю, ты не бойся. Если они тебе подойдут, скажи, давай я тебе погадаю. Я говорю, они тогда испугаются. А как я им погадаю? Ты просто скажи, вот, если ты не будешь верить в Иисуса, ты пойдешь в ад. Это же перспектива. Вот, вот ты им и скажешь, и все. И он когда, знаете, я не знаю, он применил вот этот мой совет или нет, но он как-то так задумался, что может быть, где-то и потом, впоследствии, когда к нему подойдут, он так раз и скажет им, хотите, я вам сейчас погадаю, да, то есть я вам скажу, что с вами будет. Они же играют на вот этих интересах человека, да, а вот я вам скажу, там, дам ручку позолочу, там, и все объясню, там. Почему? Потому что люди, которые без Бога, они не знают перспективы. И когда ты не знаешь, народ, написано, гибнет, да, из-за недостатка ведения. Он не видит перспективы, он не знает, что будет потом. Поэтому его легко обмануть, его легко напугать и так далее. Но мы люди перспективы, потому что мы знаем главное. Мы знаем Господа, мы знаем Слово Божие, мы знаем волю Божью. И поэтому Писание, оно нам открывает и говорит, вот она перспектива, да, видишь, восстань, светись, пришел твой свет, слава Господня взошла на тобой. То есть то, что происходит вокруг, это одно. Он говорит, ты должен знать, что с тобой происходит, что от кого ты зависишь, от кого приходит слава, от кого приходит свет, от кого приходит тьма. Поэтому чему, как говорится, удивляться. И поэтому он говорит, что я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. То есть не просто миру-мир, да, раньше был такой лозунг, миру-мир, там все про мир, там голубей рисовали, все такое. Но без Бога этого мира не может быть. Понимаете, потому что Он есть сам этот мир. И Он говорит, как иметь мир, это пребывать в нем. Он говорит, во мне мир. В ком мир? Не в этом мире мир. А мир именно в Боге. Именно в отношении с Богом. Потому что, когда у тебя есть отношение с Богом, знаешь, этот мир, он приходит от Бога. Может быть, даже, знаете, иногда от людей каких-то. Вот есть люди такие, знаете, какие-то шебутные, говорят, такие шебутные там. И когда ты с ними рядом, у тебя тоже что-то там шебутиться начинается. Вот как-то они какие-то там нервные или там что-то такое. И вот. А есть люди такие, знаете, они такие умиротворенные. Вот, по-моему, подошел тебе такой умиротворенный человек, и ты прям чувствуешь, как просто вот такой елей прям палился, умиротворение. и ты тоже такой миротворенный, счастливый. Почему? Почему? Потому что это влияние. Под каким влиянием ты находишься? Если мы находимся под влиянием Божьим, мир Божий будет наполнять наше сердце, вера будет наполнять наше сердце. Вот почему для нас это главное, главное ежедневно быть с Богом. Не просто там когда-то, да, а постоянно, и когда ты постоянно с Богом находишься, тебя уже не обмануть, потому что ты во свете. Ты во свете, и когда какая-то тьма приходит, ты сразу скажешь, ой, это тьма, ой, это ложь, это какое-то обольщение. Почему? Потому что ты постоянно пребываешь в Боге, ты пребываешь в этой истине. Знаете, как часто говорят люди, которые работают в банках, чтобы отличать фальшивые деньги, они там сидят и проверяют деньги, и они настолько привыкают к этому, что какая-то фальшивая попадается банкнота. На вид она может быть совершенно такая, отлично там сделана, но они сразу чувствуют, что это фальшивая. И вот наше пребывание с Богом, оно тоже дает тебе понимание, где правильно, где неправильно, где какая-то фальшь, где какой-то обман, где как будто бы имеет вид благочестия, или вид чего-то правильного, хорошего, иногда ты даже с виду и не поймешь. Но Дух Святой, Он дает тебе это понимание, потому что Он наставит тебя на всякую истину, а истина, она дает тебе перспективу. Это очень важно иметь эти отношения, потому что, знаете, наши отношения с Богом, они нам в практике помогают, они нам в жизни помогают. Поэтому, когда люди имеют какие-то неправильные отношения, и они до конца, может быть, не видят, и не понимают, что за человек, Дух Святой все знает. Он понимает, и Он дает тебе перспективу, вообще надо тебе это или не надо, то это или не то. Вот поэтому Бог, это не просто где-то там Бог, а мы здесь. Нет, Он говорит, прибудьте во Мне, будьте вместе с тобой. Я буду с вами везде, и через реку пройду, и через огонь, и через трудности. И когда ты идешь с Богом, Он дает тебе именно понимание истинного пути или истинной перспективы. Скажи перспектива. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому это несложно будет для тебя, Бога ставить на первое место. Потому что ты становишься, вот с Богом, знаете, мы здравыми становимся, потому что без Бога мы с ума сходим. Мы говорим, мир сошел с ума. Почему он сходит с ума? Потому что Бога нет. Написано, они не заботились иметь Бога в разуме. И они там, написано в Римляне, как они там сходили с ума. Поэтому нет ничего удивительного, что мир сходит с ума. Но приходя к Богу, в нас все восстанавливается. Мы становимся нормальными. Это для мира, может быть, мы ненормальными, что мы не грешим там, не курим, не пьем, не блудим там, не материмся и так далее. И кажется, какие-то странные люди. Как вообще вы разговариваете? Откуда у вас слова берутся такие? Как вы можете вообще говорить, да? Но именно с Богом мы становимся нормальными. Это не значит, что в глазах мира. В глазах Бога надо быть нормальными. И это самое главное. Кто мы в глазах Бога? Потому что в глазах людей мы можем быть странными, можем быть даже плохими, понимаете? То есть не понимая то, что мы делаем, они будут нас обвинять, они будут там разные вещи говорить. Но когда ты знаешь, кто ты в глазах Бога, кто ты во Христе Иисусе, тебя не обмануть, тебя не провести. И это твердое твое убеждение. Слава Богу! Поэтому ты не будешь обижаться, знаешь, на всякие вещи, на какие-то, на высказывания на тебя. Там кто-то, тот сказал на меня это, ой, это сказал, и вот это. Отец сказали вообще вот то. Ты что, не знаешь, кто ты есть во Христе? Вот если ты не знаешь, то ты будешь всякой лжи верить. Тебя будут там называть, обзывать, но это не ты! Это не ты, это не твое. Бог так тебя не называет. Как тебя называет Бог? Как тебя видит Бог? И вот эта перспектива, ты видишь себя с божественной перспективой, и ты живешь в соответствии с божественной перспективой. И это главное, о чем Бог говорит. И да, Бог говорит, любите Бога, любите людей. Это божественная перспектива. Если, говорит, вы так живете, у вас все будет хорошо. Слава Богу! Аминь! Это перспектива, которая должна прийти в твое сердце. И когда я вижу божественную перспективу, я не буду тогда сворачивать. Ни направо написано, ни укладясь, ни направо, ни налево. Почему? Потому что ты свернешь с этой перспективы, и ты попадешь обязательно в тупик. Потому что грех – это тупик. Грех – это тупик. Написано, возмездие за грех – смерть. А где жизнь? А жизнь во Христе. А жизнь в Нем. Поэтому ты должен всегда проверять свою жизнь с божественной перспективой. Где Бог? Где Его истина? Где Его воля? Вот я иду туда. Вот это главное в моей жизни. Не то, что обо мне кто-то сказал, кто-то что-то. Это, знаешь, кто тебе что говорит, это не важно. Важно, что Бог о тебе говорит. Аллилуйя! И если ты знаешь, что Бог о тебе говорит, и ты в это веришь, вот эта истина, она делает тебя свободным. Слава Богу! Поэтому это перспектива божественной истины. Смотрите, что нам говорит Слово Божие. Я еще раз сегодня немножко говорю о трудностях, потому что Бог не говорит, что наша жизнь, она, знаете, будет такая, без всяких трудностей, без проблем, там, как бы, ничего у тебя не будет происходить. Нет, какие-то проблемы, трудностей они будут происходить. Но смотри, что говорит Господь на все эти ситуации. Потому что иногда люди, ой, там со мной что-то случилось. О, у меня это... Да Бог говорит, да не бойся, что с тобой что-то случилось. Бойся ты, если без Бога у тебя что-то случилось. Но если ты с Богом и что-то случилось, Он говорит, не бойся. Смотри, Псалом 90, 14, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Смотри, как всегда Бог говорит, что твоя перспектива любить Бога, это всегда практически поможет твоей жизни. Это не просто так Бог говорит, ну, любите меня, любите, что у него какое-то чувство отверженности, чтобы его любили. Нет. Бог понимает, потому что когда ты начинаешь любить Бога, ты меняешься, твои мысли меняются, твоя жизнь меняется. И Он говорит, вот когда ты любишь Бога, в твоей жизни происходят чудеса и знамения в твоей жизни происходят. И поэтому он говорит, он любит меня, я его избавляю, я защищаю, потому что он познал имя мое. А какое имя Бога? У него много имен, слава Богу. Поэтому в какой-то трудности, в болезни он твой целитель, в недостатке он твой обеспечитель, в войне он бог воинства и так далее. Понимаешь, когда ты знаешь, в кого ты уверовал, в какого бога ты веришь, то исходя из этого, Бог говорит, вера работает в твоей жизни. Слава Богу! «Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Ты понимаешь, Бог не говорит, что если ты в какой-то трудности, ну сиди, сиди побольше, мало ты еще, еще видать, не понял, не понял, что тебе надо. Нет, он говорит, когда ты в трудности, в скорби, говорит, что Бог хочет сделать? Он хочет избавить тебя. И что еще даже хочет? Даже прославить тебя. Посмотри, это кажется удивительно. А за что он меня прославит? А за то, что ты верил ему. Аминь. За то, что ты возвал к нему, за то, что ты обратился к нему. Слава Богу! Бог говорит, молодец, ты понял, кто главный в этой жизни. Ты понял, что главное в этой жизни. Вот спроси у людей в миру, что для них главное. Там Бога, конечно, ты не найдешь. Там будут разные ответы. Но все ответы неправильные. Неправильные, неправильные, неправильные. Но когда Бог – центр твоей жизни, когда Он – источник, это правильный ответ. Это правильный Бог говорит. И я избавил Его, я прославлю Его и долготой дней насыщу Его. Слава Богу! Почему? Это божественная перспектива отношений с Богом. С кем поведешься, таким и будешь. Ты знаешь, Бог – Он вечный Бог. Слава Богу! И Он говорит, я не хочу тебя терять, потому что я дал тебе жизнь, чтобы ты исполнил мою волю здесь. Я заинтересован в твоем продвижении. Я заинтересован в благословении тебя. Потому что зачем я забрал все твои проклятия? Зачем я забрал все твои грехи? Зачем я это понес? Если я это понес, я забрал... Так, я хочу видеть здоровье в твоей жизни, мудрость в твоей жизни, веру в твоей жизни. Слава Богу! И Он говорит, я долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Видишь ли, Бог не заинтересован, чтобы ты пропадал, погибал. Говорит, нет, я явлю тебе мое спасение. Я покажу тебе мой выход. Я протягиваю тебе мою руку. Все мы помним, да, когда Петр начал тонуть. И мы думаем, о, какой Петр все-таки, да, вот все-таки он пошел, но все-таки он начал тонуть. И мы как-то скатываемся опять на уровень, какой все-таки Петр был, а? Вот какой ты был все-таки, Петя? Вот не мог ты дойти до Иисуса? Ты провалил все. Ты вот рядом был и тонуть начал. Но не мог ли ты вот так вот, прям, чтобы все хорошо было? Но Иисус что Ему говорит, да? Да, Он сказал причину. Но Он протянул Ему руку. Аллилуйя. Поэтому с божественной перспективы ты должен знать, что Бог никогда не оставит и не покинет тебя. Но Бог не хочет, чтобы ты тонул, не хочет, чтобы ты пропадал. Поэтому Он и спас тебя, и освободил тебя, и дал тебе свое слово, свою веру, свое обетование. Заключил завет с тобой. Аминь. И поэтому Псалом 22, вы все знаете, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Почему я не убоюсь? Не может, что я такой чингачгук, такой храбрый, такой смелый там я. Нет. Это самое главное, что говорил Давид. Он говорит, причина моих побед, это потому что я был с Богом. А причина поражений, это когда он был без Бога. Поэтому мы должны понять, что же главное в нашей жизни. Аминь. И не променять это главное на какое-то неглавное. И твой жезл, он говорит, и твой посох, они успокаивают меня. Видите, нигде не сказано, это я такой железный, это я такой накаченный, это я такой сильный. Нет. Он говорит, это ты, Господь. Это твой жезл. Это твой посох. Это потому что ты со мной. Я поэтому знаю, что я пройду. Я пройду испытания, я пройду эти трудности. И ты успокаиваешь меня. Бог не говорит, о, ты трус какой, ах ты какой, сколько ты будешь еще бояться. Нет. Когда ты знаешь, что Бог с тобой, именно сверхъестественная смелость и приходит. Сверхъестественное мужество и приходит. Когда? Когда ты вместе с Богом. Поэтому он всегда говорит, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Слава Богу. Слава Богу. И апостол Павел тоже, я хочу прочитать, это 2 Коринфян 4 глава 7 стих. Он говорит, но сокровище, я остановлюсь здесь, но сокровище. Знаете, вот опять же, что же для нас сокровище? Иисус сказал, где наше сердце, там наше сокровище. И он говорит, но сокровище. То есть самое главное, что я ценю, кого я ценю, самое главное в моей жизни. Кто самое главное? Но сокровище, это там, где мое сердце, да? Это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Видите, всегда надо понимать, кто главный. От кого сила, от кого благословение, от кого помазание. С кем он себя сравнивает? Он не сравнивает и говорит, я великий апостол, я сверхапостол и всех апостолов апостол, и самый главный апостол. Он называет себя просто глиняным горшком. Не из-за того, что, знаете, он сам таким унижением занимает. Нет, он просто понимает, что он был сотворен Богом, и он был сотворен для Бога, и Бог сам находится в его жизни. Мы храм Святого Духа. И он говорит, это сокровище где? Во мне, в моей плоти. Да, вот как плоти, это как глина. Почему глина? Потому что Бог сотворил человека из чего? Из праха земного. Чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Вы знаете, вот всегда, всегда, когда мы читаем о славе Божьей, мы всегда понимаем, что гордость человека и слава Божия несовместимы. Почему Бог нас просто всегда, как вы знаете, ободряет смиряться. Смиритесь под креку Божию. Бог гордым противится и так далее. То есть Бог всегда хочет показать, ребята, есть один только главный. Это Бог. И это не должно у нас вызывать вообще никакого раздражения, никаких сомнений, никакой жалости к себе. Он, он же главный. Я тогда не главный, а кто я? Он сокровище. Слава Богу. Он сила Божья. Аллилуйя. И если что-то делает Бог в твоей жизни, говори, это Бог делает. И воздавай Ему славу. И говори, что это Бог изменил тебя. Это Бог благословил тебя. Он говорит, эта сила не мне, она Богу должна быть приписана. Мы, говорит, отовсюду притесняемы, но не стеснены. Притесняемы, но что? Не стеснены. То есть что? Притеснение – это определенное давление. Это определенное давление, которое приходит на нас. Да, оно будет приходить. Будет приходить давление. Бог не говорит, что оно не будет приходить. Мы в отчаянных обстоятельствах. Говори, что, Господи, я-то так спокойно жил. Неужели у меня какие-то еще отчаянные обстоятельства придут? Я думал, здесь тишь да гладь будет, да Божья благодать, а тут читаю, а какие-то стесненные обстоятельства, еще отчаянные обстоятельства. Да, да, ты знаешь, жизнь с Богом, она интересна, она увлекательна, и в этой увлекательной жизни разные ситуации будут происходить. Если я буду рассказывать все истории, которые были и страшные, и опасные, и смертельные, но слава Богу, слава Богу, что это не я победил этих злодеев, это Бог победил этих злодеев. Для чего ты спасся? Для чего? Бог тебя спас, я бы сказал. Он спас для того, чтобы ты был плодоносным. Поэтому Бог говорит, я в принципе вас не спас, чтобы вы ко мне в гости приходили. Вы мои дети, вы должны жить в моем доме и в моей семье. Пока мы не скажем, что Бог, и сделаем это, и скажем, и сделаем, что Бог, ты самое главное в моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok